Приветствую вас. Судя по всему, имеет место быть фобическое расстройство. Фобическим расстройством нужно работать. Это предмет достаточно длительной консультации, предмет длительного диалога с психологом, а то и, может быть, с психотерапевтом. Значит, проблема заключается в том, что у вас, как я понял, сетрофобия, и сетрофобия, она развивалась в течение достаточно большого количества времени. То есть вы впечатляет о том, что я очень давно боюсь людей. То есть очень давно у вас уже сформировались модели поведения, которые, ну, вот, собственно, являются привычными для вас. Которые являются привычными для вас и которые вы используете, ну, по сути дела, для того, чтобы, вот, вот, как раз таки, наверное, избегать этих людей. И для начала нужно работать с вашим страхом, то есть определить его причину, как бы вытащить на свет то, чего именно вы боитесь, вполне возможно, что вас, вот, в жизни когда-то напугали, когда-то у вас были негативные обстоятельства, связанные с этими людьми, ну, с какими-то людьми. И теперь вы, собственно говоря, опасаетесь того, что было раньше. То есть работать нужно и с вашей памятью, и с тем, что вы сейчас чувствуете. С тем, что вы сейчас ощущаете, с тем, что вы боитесь на данный момент. Страх – это всегда такое, вот, знаете, страх – это всегда такое ирпрофессиональное состояние, при котором человек не отдает себе отчета в том, чего он боится. И страх – это, как вам, наверное, я надеюсь, подтвердят наши другие эксперты, страх – это всегда защитная реакция. Определенная защитная реакция на какие-то угрожающие вам аспекты жизни. Соответственно, эти защитные реакции необходимо убирать. Убирать постепенно, чтобы вы видели, что защищаться вам, в принципе, нет. Что вообще, говоря, вам ничего не угрожает. Что, вообще говоря, ничего страшного с вами не происходит. И многое из того, что вы воздаетесь, вы, во-первых, даже не можете объяснить себе сами, чего вы боитесь. И в итоге получается просто такая хаотичная, достичная реакция, которая и не защищает, как таковая, ни от чего не защищает, да, и в то же время портит вам жизнь. Соответственно, нужно реально оценивать то, чего вы боитесь. То есть, что конкретно вынуждает вас бояться. Что конкретно заставляет вас испытывать страх. И когда и если будет этот вопрос прояснен, то есть, будет понятно, чего именно вы боитесь, будет понятно, чего именно вы опасаетесь, то страх, как таковой, уже отойдет на второй план. Потому что, если человек знает, дает себе отсчет в том, чего именно он боится, у него немножечко другие становятся модели своего поведения. У него становится четкое модель поведения, нацеленное именно на то, чтобы локализовать причину этого страха. То есть, это не хаотический страх, это не сбегание, это напротив, путь вперед. Это напротив, направление навстречу, навстречу страху. Вот, собственно, это можно вам будет сказать. Дальше, то, что вы можете сделать сами, это, во-первых, ну, вот, для себя подумать, чего вы боитесь, и подкорректировать свое поведение, чтобы все-таки меньше бояться, то есть, нужно сначала понять, чего именно вы боитесь. Потому что, ну, пока объективно вообще непонятно совершенно, что заставляет вас испытывать страх. Это первое. И второе, вы можете определить для себя, когда же все-таки начинается у вас вот это вот чувство страха. То есть, чем оно обусловлено? Вот вы говорите, я боюсь людей. Хорошо, вы боитесь людей. Но как именно вы проводите градацию этих самых людей? Как именно вы дифференцируете их? То есть, что, условно говоря, для вас есть люди, которых нужно бояться? Вот вы говорите, дома у меня все хорошо. Значит, дома вы не боитесь, а на улице, например, вы боитесь. Хорошо. Возникает вопрос, вопрос. А если у вас дома, например, будут люди, но их будет больше, да? Будете ли вы бояться? Вот вы дома, как вы говорите, что вы дома, ребята, чувствуете комфортно, да? Вот дома нехорошо. Значит, вот при том, что дома у вас появились люди. Вы также будете их бояться или нет? Понимаете, если вы людей боитесь только, когда вы на улице, то вы боитесь не людей. Вы, может быть, боитесь открытых пространств. Может быть, вы боитесь чего-то еще такого, связанного с этим моментом. Но не людей. А если вы боитесь, например, будете бояться, то будете бояться, если, допустим, к вам дома уже, у вас дома уже будет какое-то большое количество людей. Да-да, да, вы боитесь действительно людей. Но опять же, чего именно вы боитесь? Связано ли это с вашей неуверенностью в себе? Связано ли это с каким-то невыраженным переживанием? И так далее. Понимаете, когда причину мы найдем и ее проработаем, страх даже после этого, он сразу не уйдет от вас. Он все равно будет давать о себе знать. И чтобы он не давал о себе знать, необходима усилие, необходима тренировка. И в вашем случае я предлагаю, во-первых, задавать себе вопрос, чего я боюсь. Есть ли опасность? То есть, есть ли реальная угроза? То есть, есть, условно говоря, та угроза, которую вы сами себе представляете, а есть угроза реальная. Так вот, вам нужно спрашивать себя, одергивать себя, есть ли реальная угроза. Потому что, если реальной угрозы нет, то бояться, разобретственно, нечего тогда, если реальной угрозы нет. И вам станет проще на этот вопрос, его нужно задавать себе просто постоянно. То есть, чем чаще вы его себе надаете, этот вопрос, тем лучше будет для вас. Просто приучить себя задавать вопрос. Есть ли реальная угроза? Дальше вам нужно адаптироваться. То есть, стараться адаптироваться к количеству людей для вас неприятному, вам неудобному. Это количество людей, которые являются для вас неприятными, неудобными. Оно ночами будет очень небольшим. То есть, когда вам хорошо, а когда вы испытываете... Давайте не будем пока говорить о сильном страхе, о серьезном страхе. Давайте просто скажем пока, когда вы испытываете тревожность. Это еще не страх, это тревожность. И вот эта тревожность, она поможет вам как бы находиться в том состоянии полезном для себя. Что это за такое вот полезное для себя состояние? Это состояние, когда вы не находитесь еще во власти страха, как духового. Но когда вы испытываете дискомфорт. И вот к нему, к этому дискомфорту, желательно привыкать. То есть, вам желательно стараться адаптироваться к этому дискомфорту. Определите для себя. Для начала. минимальный, если вам это не сложно. Определите для себя минимальное количество людей, с которыми вам комфортно. И потом, чуть-чуть постарайтесь повысить это самое количество. И если вы это сделаете, то вы будете находиться в ситуации, в которой для вас неприятно, но неприятно не настолько, чтобы испытывать прямо, скажем, панику. И вот так, с помощью такого нехитрого подхода, вы сможете постепенно приучать себя к наличию вокруг вас определенного количества людей большего, чем то, что вы сейчас можете переносить. И вот так постепенно вы можете сами немножечко сделать свою жизнь легче. Но без помощи специалиста, без разбора, подробного разбора, без проработки причин страха вам не обойтись, если вы хотите реально решать свою проблему. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.